Татарстан и Казахстан. Новая ветвь сотрудничества. Прощай, школа. Привет, университет. В основном большая часть учеников планирует поступать в ПФУ, на различные факультеты. Зачем мне карта? Я могу расплатиться сканом глаз. Как стать обожатым? Всем привет, в эфире универ-ньюса, в студии Камиля Глякберова. Представители химического института имени Александра Михайловича Бутлерова Казанского федерального университета завоевали одно первое и два вторых места на Всероссийской олимпиаде по общей химии для студентов первого и второго курса. В индивидуальном зачете победил Ильяс Низамов. Его результат 71 балл. Карим Каримулин 68 баллов на втором месте. Ректор Казанского федерального университета Ленар Шсафин совместно с ректором Карагандинского университета имени академика Букетова Нурланом Дулатбековым подписали меморандум о взаимопонимании и соглашении об обмене студентов. О том, как прошла встреча, узнаем в следующем сюжете. 23 мая состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Казанским федеральным университетом и Карагандинским университетом имени академика Евнея Арстановича Букетова. Подпись документов состояла в зеленом зале главного здания Казанского федерального университета под руководством ректора КФУ Ленара Шсафина и ректора Карагандинского университета Нурлана Дулатбекова. После подписания документов делегация переместилась в голубой зал, где прошел круглый стол, главной целью которого стал обмен к опыту Казанского федерального университета с коллегами из Карагандинского государственного университета. Во время презентации проректор по внешним связям Тимирхан Алишев рассказал об истории становления университета, его возможностях и перспективах в различных направлениях. Карагандинский университет является нашими недавними партнерами. Буквально 2-3 года назад мы установили с ними личные контакты, связи с администрацией этого университета. Сегодня очень важно были подписаны два соглашения, это меморандум взаимопонимания и соглашения об обвене студентами. Студент классический, в своей структуре очень похож на наш университет, есть ряд направлений, по которым нам было бы интересно работать вместе. После меморандума делегация Карагандинского университета совместно с проректором по внешним связям Казанского университета Тимирханом Алишевым посетили Высшую школу журналистики и медиакоммуникации КФУ. Декан Высшей школы журналистики Леонид Толчинский и главный редактор студенческого телеканала Ильдар Каримов провели экскурсию по учебным аудиториям и отделам телеканала. Помимо этого, коллегам из Карагандинского государственного университета удалось посетить телевизионные павильоны, в которых ежедневно проходят съемки новостей и развлекательных программ, а также узнать о принципах работы корреспондентов и студентов, практикующихся на универ ТВ. Цель визита нашей делегации заключается в том, что мы приехали подписать меморандум о сотрудничестве, в рамках которого мы предполагаем сотрудничество в области науки, образования. По словам ректоров, у учебных заведений с обеих сторон очень хороший потенциал для сотрудничества. Поэтому совсем скоро Казанский федеральный университет и Карагандинский государственный университет имени академика Евнея Арстановича Букетова приступят к разработке совместных программ по обмену студентами. Кристина Тёгина, Адалина Абдрахманова, Фарид Захидаглы, Универньюз. 23 мая во многих регионах России прозвенел последний звонок для 11-ти классников. Татарстан в их числе. Как прошел одновременно грустный и радостный праздник, расскажем далее. Самый радостный и долгожданный школьный праздник для каждого ученика – последний звонок. Он подводит черту очередного учебного года и всей школьной жизни для выпускников. Совсем скоро голова ребят будет забита экзаменами и поступлением в вузы. Ну а пока прощальная линейка, традиционный вальс под лиричную композицию и концертная программа. Во дворе эти лицея Казанского федерального университета собрались взволнованные школьники, радостные родители и грустные учителя. Вот-вот они отправят во взрослую жизнь ставших уже родными сердцу детей. Любого классного руководителя, учителя, выпуск детей – это всегда очень мероприятие и радостное, и грустное одновременно. Я был классным руководителем у своего класса на протяжении пяти лет, и вот сегодня такая торжественная минута расставания. Последний звонок лицея имени Николая Ивановича Лобачевского Казанского федерального университета традиционно состоялся в культурно-спортивном комплексе «Уникс», где выпускники представили гостям концертную программу. Ее основой стала тема полета во взрослую жизнь. Поздравить 11-ти классников с этим знаменательным праздником пришло множество неравнодушных людей – родители, друзья, профессорско-преподавательский состав Казанского университета и государственные деятели. Все они от начала и до конца проживали праздник уходящего детства вместе с выпускниками. Будут для всех для нас праздник, а для вас особые события. Кто будет продолжать учиться, отдохнуть хорошенько, вернуться в эти пенаты, стены вашего лицея, а те, кто закончил учебу в образовательных школах, сдать хорошенько экзамены и поступить в тот вуз, который вы сами выбрали. Надо очень-очень быстро бежать, чтобы оставаться на месте. А чтобы двигаться вперед, надо бежать еще быстрее. Вот вы набрали очень хороший темп, пожалуйста, не останавливайтесь, бегите еще быстрее. Школьники, предвкушающие наступление взрослой беззаботной жизни, поделились своими переживаниями, рассказами о подготовке к концерту и планами на будущее. Сегодня очень радостное волнение, потому что последний звонок, все очень хорошо подготовлено, и мы готовились достаточно долго к этому мероприятию. В основном большая часть учеников планирует поступать в КФУ, на различные факультеты. Университетская школа Елабужского института КФУ также отметила последний звонок, что называется, с размахом. Десятки школьников, в том числе из Лисичанска, которые прибыли в Елабугу продолжить обучение, из Луганской народной республики шагнули в новую для себя жизнь, где больше не будет бесконечных, как казалось, уроков, родительских собраний, выездных мероприятий, выпечки в школьной столовой. Сегодня волнительный день для всех школьников и для меня, конечно, потому что последние дни, которые мы можем провести с ребятами, а дальше уже поступление. Я хочу поступить в Институт фундаментальной медицины и биологии в Казани. Думаю, поступлю, буду сдавать биологию, химию, русский язык. Нас преподаватели хорошо подготовили. Думаю, мне все получится. Спасибо всем, кто отдал возможность доучиться в 11 класс в Елабуге. Это безумные эмоции. Сегодня такой день, что переполняет эмоции. Сегодня все как с иголочки, сегодня все красиво наряжены. Сегодня танцуем вальс. И думаю, в дальнейшем мы встретимся в Казани, в университетах вместе. Будем продолжать так же хорошо, дружно учиться, работать. Общая образовательная школа, гимназия или лицей – место, где все начинается и заканчивается. Традиционно, конец мая – важный рубеж для сотен тысяч школьников по всей России. Главное – помнить. Дальше всегда лучше. Этот год подарил нам множество удивительных проектов на основе искусственного интеллекта и породил большое количество споров. Самым неоднозначным из них стал WorldCoin. О том, почему именно он и как сетчатка глаза может прийти на замену валюты, расскажем в следующем сюжете. WorldCoin позиционирует себя как способ борьбы с ботами и фальшивыми учетными записями в интернете, сканируя радужные оболочки глаз пользователей, зарегистрированных в системе. Он ставит перед собой амбициозную задачу – стереть в порошок прежний мир глобальных финансов. Иначе говоря, это платформа, позволяющая быстро переводить деньги в любую точку мира, покупать на них криптовалюты, менять и выводить удобным для всех способом. Вот вся эта большая кропотливая работа, гигантская, очень трудоемкая и часто, на самом деле, вытаскиваешь совсем немного на выходе. Вот она может быть существенно облегчена и даже заменена на определенном этапе возможностями того, что мы называем искусственный интеллект. Но в конечном счете работа с живыми мозгами человека всегда будет требовать по многим причинам, по многим факторам участия живых мозгов. Для ускорения глобального внедрения криптовалют – новый крипто-единорог, стартап, стоимость которых превышает 1 миллиард долларов, когда компания продает первые акции на бирже, планирует раздавать бесплатные монеты всем, кто сканирует глаза на устройстве под названием «Сфера», которое преобразует изображение ваших глаз в короткий числовой код. Член команды Тьего Саада ранее сообщил, что кошелек был запущен для того, чтобы у пользователей был альтернативный кошелек, ориентированный только на простоту. Мне кажется, что, на всяком случае, наша с вами жизнь, работы должно оказаться достаточной, для того, чтобы не переживать за то, что искусственный интеллект нас вытолкнет. Но с одной оговоркой. Очевидно, что он очень многие профессии трансформирует. Планы руководства стартапа рано или поздно охватить все человечество, то есть отсканировать около 8 миллиардов пар глаз. И, конечно, такая глобальная идея вызывает опасения в стиле большого брата по поводу конфиденциальности пользователей. Однако пока этот футуристичный проект только в стадии реализации, все желающие могут в лайф-формате следить за попытками Альтмана, соучредителя проекта, пойти по стопам Маркса и построить настоящий цифровой коммунизм. Милена Султанова, Елизавета Газизянова, Фаридзе Хитоглы, Универньюз. В Елабужском институте Казанского федерального университета завершили занятия для школьников, готовящихся к поступлению в ВУЗ. Подробнее далее в сюжете. Психологопедагогические классы. Так называется проект, поучаствовать в котором смогли десятки амбициозных и любознательных школьников. Образовательный интенсив, организованный в преддверии летних каникул, был посвящен основам вожатской деятельности. Ребята смогли погрузиться в атмосферу детского оздоровительного лагеря, прошли тренинги на определение личностных качеств, а также самостоятельно разработали план отрядных мероприятий по заданным тематикам. На протяжении года уже занимаюсь в педагогическом классе. Эти занятия помогают очень хорошо раскрыть как свой потенциал, так и увидеть, как раскрываются другие люди. Проект психолого-педагогические классы был создан еще в начале учебного года Елабужским институтом Казанского федерального университета и управлением образования Елабужского района. Его ключевая цель подготовить школьников к поступлению в ВУЗ на педагогическое направление и создать все условия для профессиональной ориентации обучающихся. Я с нетерпением каждый месяц ждала занятия в институте, потому что очень приятно возвращаться в эту комфортную и уютную атмосферу, где тебя ждут. Я всегда могла обратиться к наставникам, если мне понадобится какая-то помощь. По итогам последнего занятия участники проекта прошли начальный курс подготовки для работы в детском лагере и уже этим летом смогут попробовать себя в должности помощника вожатого. Карина Саяхова, медиа-центр Елабужского института КФУ, Универньюс. На этом все. В студии была Камиля Глякберова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok